Каравай сбоживых в Минской области вважит уже 330 тысяч тонн. Темпы уборочной кампании поскараются, этому сприяют им лику и солнечное надворье. Усяго на полях центрального региона заденит 62 тысячи комбайнов. Особливо вага и таким культурам, як льон и рапс. Утым, что золото поле убывает не только желтым, переконауси Алексей Кондратенко. Я считаю, что рапс – это настоящее черное золото. Невеликий тайм-аут, який выкликали опадки и притормозил только комбайнеров. Уся остатняя работа аграрьев протягивается практически круглосуточно. С уликом дождливого надворья за опошний час были максимально задейничаны и зернесушильные комплексы. Такие, например, за одни сутки можно просушить до 200 тонн сбожжа. Процесс энергозатратный, но эффективный и необходимый. У Пятигорьи селита Рапс сформирует золотый фонд при вельми доброй урожайности. 48 центнеров с гектара. Господарка отримала 3000 тонн сбожжа. Правда, миновита гетая культура – одна из самых потребовальных при опрацовце и заховывании. Рапс – оптимальная добавка до комбикорма. Только для птушка гадулли. Его выкористание гарантует повеличение рентабельности до 20%. Все зерно требует к себе внимания, потому что это же, так сказать, хлеб наш. Но больше всего внимания к себе требует Рапс. Такая культура, которая и сушится меньше процентов, и процесс сушки немножко другой. КЗС работает круглосуточно. Мы не останавливаемся, дабы быстренько все пересушить и сложить в склады. До речи, миновита зараз и где зачин на ураджай Рапсу уже наступного года. Поле, где еще учора колосилась обшаница, пероворвают и рыхтуют под сяубу азимых. На угол земли Пятигорья у основным пяшчаные и не вельми уродливые. Однако у агрария у Дзержинского района есть формула поспеху. У парта працевать и докладно выконовать усе агротехнологии. Общий вал должен составить не менее 13 тысяч тонн, при средней урожайности 65 сантиметров с гектара. Год не специфический, мы пережили так называемые две засухи, но с учетом того, что мы сделали полную заправку почвы по действующему веществу, это калия, фосфора и азота, а также внесли около 100 тысяч тонн органики. Это все позволило получить хороший и достойный урожай. На сегодня сельгазорганизации Минской области уже намолотили 330 тысяч тонн збожжа. При средней урожайности 34 сантиметра с гектара. И когда наиближайший летний час пройдет под знаком жнива збожжевых, то в осень нужно будет собрать еще одно – золото палев. Интенсивные дожди добро повплывали на урожайность кукурузы. Алексей Кондратенко и Анатоль Долотовский, агентство Телиновин.